Второго мая 2023 года свое 60-летие отметил Вячеслав Николаевич Медведев. Николаевич, у нас без происшествий. Я родился в семье учителей, все прекрасно знают моих родителей. Конечно, грустно, что уже нет их со мной, с нами. Но вот, наверное, этот год педагога-наставника, он мне как-то недавно приезжал в Рязанская газета, Рязанские ведомости, вот они говорят, что для вас этот праздник как? Я говорю, ну как это может быть, праздник этот быть, год педагога-наставника? Если я родился в семье учителей, если вокруг меня все учителя, моя жена, мои дети, вот рассказывал, что тетя здесь работала, тоже учитель. Поэтому год педагога-наставника – это, я считаю, годом моей семьи. Вячеслав Николаевич – коренной Михайловец, он всю свою жизнь трудился и трудится на родной земле. Год педагога-наставника считает своим. Еще бы, Вячеслав Николаевич – потомственный учитель. Его родители, супруга, а теперь и сыновья имеют непосредственное отношение к образовательному процессу. Папа с мамой – учителя русского языка и литературы. Это вечером проверка тетрадей. Когда совсем маленький что-то не понимал, что они делают, потом уже начинают понимать. Когда в школе учился сам, уже вообще так подсматривал, думаю, как тут вот. Я тоже ведь пишу, там, изложения, сочинения, там, домашние работы делаю. Поэтому вот это все было вот в этой атмосфере. Разговоры, соответственно, про школу, про своих учеников. Праздник, День Учителя – это праздник, потому что родители так всегда особенно как-то к этому относились. Какая-то торжественность была. Брали с собой в школу. Как-то раньше все так, все просто было. Ходили в школу там и на занятиях, иногда присутствовал. Потому что когда я маленький был, там, может, девать некуда меня было, там, надо было с собой взять. То есть вот так это все проходило. Поэтому почему-то для меня, вот, когда я еще начал заниматься уже в спортивной школе, в шестом классе, пошел в секцию борьбы и начал тренироваться. И классу к восьмому у меня уже сформировалось то, что я вот хочу быть учителем физкультуры. Почему-то мне немножко всегда обидно было, потому что учителей физкультуры в наших кинофильмах всегда играли такие интересные личности, вот, в кавычках скажу, интересно. И мне как-то обидно было, потому что я считаю, что, да и не только я считаю, что этот предмет очень важный. И важный и всегда был, и сейчас он важный, этот предмет, кого мы формируем. Вот, ну и поэтому захотел быть учителем физкультуры, тренером. И когда заканчивал школу, вообще не было никаких сомнений, куда я буду поступать. Я поступил в Коломенский педагогический институт, отучился два года. Ну, потом так получилось, нужно было продолжать тренироваться. Ну, и рязанские тренеры переманили меня в Рязань. Я перевелся в Рязанский уже педагогический институт, сейчас университет имени Есенина. И закончил уже его в 84-м году. Но все равно с русским вы не завязали. Вы себе нашли спутницу жизни как раз. Да, моя жена, мы с ней вместе. И заканчивали уже институт, мы на третьем курсе поженились. Тогда казалось, это очень рано. Все, наверное, жизнь показала, что так, наверное, должно было быть. Вот, мы вместе в 84-м году пришли в Щетининскую школу. Я учителем работал физкультурой, жена учителем русского языка и литературы. В общем-то, я отработав 10 лет, потом вот жизнь меня начала расставлять всякие свои задачи, да, коррективы и задачи пришлось поработать. А жена моя, Светлана, она проработала всю свою жизнь такую педагогическую в одной школе. Ну и дети наши тоже, наверное, глядя на нас, тоже выбирали вот такую профессию. Они закончили университет наш, физическое воспитание, ну и второе образование у них юридическое. То есть они дальше нас пошли. Ну, причем оба сына закончили университет с красным дипломом. То есть они отца перещеголяли, чему я очень рад, что, значит, мои уроки и то, что я ставил по жизни, не прошло даром. Ну и сейчас они работают по своей специальности, тоже работают с детьми, работают с людьми. Это, я считаю, самая сложная профессия на свете – работать с людьми. Потому что все мы разные, с разными требованиями, с разными какими-то своими заворочками, может быть, так по жизни. И вот это все организовать, сделать, чтобы все было правильно и хорошо – это большая задача. После окончания педагогического института он работал учителем физкультуры Щетининской восьмилетней школы Михайловского района. В 1992-м его назначили председателем ПСО «Юность России». Служил в армии. Глава района Владимир Капич Сидоров предложил мне возглавить отдел труда и занятости. Это было вообще для меня новое в этой жизни. Я очень переживал, справлюсь, не справлюсь. В общем-то, я никогда не просился ни на какие должности, ни на какие работы. Передо мной ставили задачу. Затем поступило предложение мне возглавить управление образованием. Ну, это недолго, буквально в течение двух лет я. Затем заместитель главы по социальным вопросам. Вот заместитель главы по социальным вопросам. Вы сколько лет отработали? Я отработал четыре года. Четыре года. Четыре года. И потом главой города тоже нужно было, чтобы я работал в городе. Да, непростое время такое было. Да, было очень сложно. Ну, в то же время было интересно. Работать тоже с людьми нужно было делать. Было, конечно, очень слабое финансирование совсем. Что-то на энтузиазме, что-то при поддержке людей. И благодарен то, что со мной были единомышленники и люди, к которым обращались, они были с нами едины. Что-то у нас получалось, что-то, может быть, нет. Тем не менее, я тоже считаю, что вот этот период, он достаточно плодотворный. И он мне очень много научил. В любой, скажем, должности нужно было общаться с людьми, слушать людей, выслушивать их жалобы, требования, предложения. Нужно было делать то, что, наверное, необходимо было на те моменты. Поэтому вот так все было. Все равно вы руководили. Начиная с учитель физкультуры, и сейчас вот, да, вы все равно являетесь руководителем. Тогда это была небольшая группа лиц, класса там, да? Наверное. Сейчас это уже больше, потому что все-таки МАКИ – это целое, как я уже выше говорила, государство в государстве. Тут очень много людей и детей, и обслуживающего персонала. Ими тоже нужно руководить и сохранять. Пять гектаров только ее нужно содержать, ее нужно всегда держать в порядке. Да, ну, со мной работают хорошие, добрые люди, профессионалы. Ну, наверное, поэтому у нас вот так пока как есть. В колледже я работаю 28 лет, а общий педагогический стаж – 44 года. Работу я люблю, мне нравится. И вот, несмотря на то, что я нахожусь в таком достаточно приличном возрасте, пока что еще в строю. Вячеслава Николаевича знаю очень давно, мы учились в одной школе, всегда его знала как очень ответственно, очень организованного молодого человека. И когда он стал руководителем нашего учебного заведения, то это вместе с его приходом учебное заведение получило новый импульс в развитии, свой новый вектор. И сейчас наша работа строится на принципах любви, ответственности к своей работе. Мы широко распространяем свой педагогический опыт. Этому способствует наш директор. Распространяем педагогический опыт далеко за пределами учебного заведения. Они знают, к нам едут за опытом. Это говорит о очень многом. Человек Вячеслав Николаевич добрейшей души, очень ответственный, очень требовательный как директор. И человек прогрессивного мнения, и человек, ищущий постоянно нового пути развития для учебного заведения. В добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые ребята. Прошу прощения, что вот так получилось сегодня у нас в гости, поэтому не могу быть на вашей традиционной конференции на завершении недели у программистов. Всегда говорил и буду говорить. Это самое сильное отделение, самые надежные преподаватели. Поэтому очень хорошо, что у нас с вами все традиции продолжаются. И очень здорово, что наши ребята находят себя в жизни. Мы уже об этом не раз говорим. Говорили и будем говорить, правильно все делается. Поэтому желаю сегодня успешной работы. В этом техникуме, раньше называлось техникум, я, наверное, с 74-75 года уже был. У меня работала здесь тетя, поэтому я находился, частенько сюда приходил и знал про этот техникум, вот этот дом. Тетя здесь жила как раз в этом доме. В общем, достаточно большое время я здесь проводил в детстве, в своей юности. Ну, конечно же, я никогда не мог представить, что я когда-то здесь буду работать. А как это произошло? В каком году? В 2010 году вступило предложение, от которого я не смог отказаться. Так что жизнь вообще, вы видите, у нас кипит, бушует, бьет ключом, да. Все и в спорте, и в искусстве, и в учебе, поэтому все будет интересно. Ну, вы уже видели перспективу, какая вас ждет здесь, будучи руководителем этого колледжа? Ну, какая перспектива? Я шел работать, нужно было сохранить все традиции. Ну, естественно, что каждый человек должен делать шаг вперед, и, соответственно, для каждого учреждения всегда должен быть шаг вперед. Поэтому, наверное, то, что мы с коллективом делаем, делали и будем делать, это самое главное. Вот Александр Николаевич. Самый надежный мой друг. Как он работает здесь? Сколько? Александр Николаевич, скажи, с какого года-то? С 74. С 74 года. С 74 года. Вот так. 50 лет работает здесь. Вот в этом доме он всю жизнь прожил. Я Александр Николаевич знаю, вот такой я был еще, да? Так что вот мы с ним по жизни вот так идем. И он не меняется? Нет. А потому что он постоянно в движении. Вот я его пчелка зову. Это пчелка. Потому что он не сидит на месте, он здесь все убирает, все делает. Мало того, он здесь вот всю территорию, которая вот это все, это он все тоже. Тут у них много живет людей, ну, все заняты очень сильно. А Александр Николаевич, он свободный, он за всех работает. Поэтому, Александр Николаевич, я тебя благодарю. Спасибо. Молодец. Молодец. Вот таких бы людей побольше. Как вас встретил коллектив? Нормально. Все-таки вы для них были новым человеком? Да почему новый? Я здесь часто был. Я был и заместителем главы по социалке, и мэром города, когда мы сюда приходили на мероприятия. Мы проводили много встреч с коллективом и с ребятами. Много приходилось здесь работать. Поэтому меня все здесь знали. Нормально встретили, нормальные рабочие отношения, которые продолжаются до всех дней. Но это совсем новая работа по сравнению с тем, что было у вас до того? Или она все равно не той? Нет, новая она в том, что здесь учатся студенты, дети, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, которые имеют проблемы со здоровьем. А все остальное – это все принципы те, которых нас учили в институте, который учил нас жизнь. Поэтому ничего нового нет. Единственное, то, что, говорю, приходится работать с такой категорией ребятишек. А вам не пришлось перестроиться? Ну, как-то вот перестроиться в жизни для того, чтобы найти подход к этим детям? Нет. То, что заложено и закладывается нашими родителями, закладывается нашими учителями, все это по жизни, наверное, и должно идти. И мы должны вот этими принципами, теми навыками, то, чему нас обучили, мы должны, наверное, руководствоваться. Поэтому нет. А эти дети, они вас чему-то учат? Да. Очень многому учат эти дети. Они непростые, поэтому ребята интересные и с юмором, и с какими-то проблемами. Но вообще ребята научили тому, что нужно ценить свою жизнь, нужно идти вперед. Если какие-то трудности, если что-то болит, если что-то не так в жизни, ни в коем случае не отчаиваться, а идти вперед и делать то, что положено. В принципе, здесь получается, Михайловский экономический колледж-интернат, это как государство в государстве. Тут какая-то своя жизнь, свой мир, да, Вячеслав Николаевич? Ну, по большому счету, конечно, это же интернат, это круглосуточное пребывание ребят, это совсем другая система. Если после обеда, предположим, и к вечеру ближе школьники в общеобразовательных школах уходят домой, то ребята здесь остаются, продолжается жизнь, продолжается воспитательный процесс. Ну, вообще, сколько сейчас человек работает вон, имею в виду преподавателей и технического? Ну, вообще, штат сотрудников у нас 126 человек. Ну, это все у нас же своя котельная, своя вот водонапорная башня. То есть, это служащий персонал, профессионалы, которые должны работать, и ответственность на них очень большая. Это медицинская часть, это столовая, ну, и, конечно, преподавательский состав, воспитательский состав. То есть, очень большая семья, и на всех, у всех людей, все прекрасно понимают, где работают, какая на них ответственность, и что от них требуется. Все справляются. Большая, дружная, веселая семья, да? Ну, веселая, я не могу сказать, разные люди есть. Вот, ну, большая семья, да, работоспособная, дружная. Почему я веселая, сказала не случайно, ты слово произнесла? Потому что нужно все-таки где-то с юмором быть, учитывая специфику работы и континента. По этой жизни вообще, да, без юмора нельзя, потому что можно очень, если быть серьезным, и по этой жизни она и так достаточно много ставит проблем, и так серьезно все, то, конечно, какой-то выход и должен быть. А деток сколько учится, Вячеслав Николаевич? Ну, у нас и ребята из, скажем, на бюджетной основе, те, кто имеет заболевания, и договорники, ребята, которые наши местные, Михайловский район, город Михайлов, ну, где-то порядка 300 человек у нас. И очень география обширна, да? География очень большая, у нас на сегодняшний день 47 регионов. Приезжают у нас и Дальний Восток, и Сибирь, Урал, Поволжье. Ну, все, вся география страны у нас представлена. Поэтому, конечно, у нас очень много ребят. С днем рождения, Мэки! Здрасте. Ну, как раз, о чем я говорил. География, откуда наши ребята. Вот эти флажочки. Каждый год, что только появляется, здрасте. Появляются какие-то новые регионы. Новые города. Поэтому, вот так здесь. Ну, это Ем, Саша Кулина. А кто его написал? Наш преподаватель, Сидаренко Ирина Калановна. Это Ем. Вот такие вот мы для ребят делаем девизы. Слава тебе, экономический колледж-интернат. Ребята живут здесь. Поэтому здесь вот нужно создать для них атмосферу. Ну, не домашнюю, конечно, мы никогда такое не сделаем, как дома. Но что-то приближенное. Вячеслав Николаевич, а вы остановились на вот существующей базе материально-технической и вообще, и на тех дисциплинах, которые были, например? Нет. Или вы развиваетесь и что-то новое внедряете? Конечно. Ну, во-первых, жизнь это требует. Наше министерство, правительство требует этого. Потому что жизнь меняется. Нужны новые специальности. Нужны новые люди на рынке труда нашим российском. Поэтому здесь перед нами стоят задачи, которые мы выполняем. Ну, а материальная база, естественно, что-то приходит, уже устаревает. Что-то приходит неудобность менять. Ну, при поддержке правительства, при поддержке министерства, нашего президента, в общем-то, мы делаем очень достаточно много. И вливания хорошие. И они видны. И надеюсь, что так все будет продолжаться. Ну, вот по дисциплинам у вас что-то новое появилось? По дисциплинам мы сейчас разрабатываем новые, открывать будем отделение, разрабатываем новую специальность. Это адаптивная физическая культура. Вот. Ну, нам она близка, эта тема. Потому что у нас так традиции хорошие были, есть. И, надеюсь, будут. Поэтому вот сейчас мы будем открывать эту специальность. Хорошо. Дальше что-то будут, какие задачи ставятся. То, что нам необходимо будет, специалистов для нашей страны, мы будем тоже делать, готовить. И площадка вот гимнастическая. Здесь проходит занятие физкультуры. Здесь внеурочная деятельность проходит. Футбольное поле с искусственным покрытием. Дальше теннисный корт и волейбольная площадка тоже с искусственным покрытием. Ну, и здесь у нас, да, традиционно все спортивные наши праздники проходят. Проходит большой фестиваль. Всероссийский уже, даже международный. К нам уже приезжают в Луганск. Уже несколько раз были. Вот сейчас Белоруссия к нам тоже планирует приезжать. Вот здесь мы тоже это все проводим. Но площадка уже требует реконструкции. Дали заявку, будем менять покрытие. К разговору о том, что планируем, что делаем. То есть, ну вот, что-то приходит в неводность, начинаем задуматься о том, как сделать лучше. Поэтому вот это будем делать на следующий год. Надеемся, что у нас все получится. Будет все очень красиво. И самое главное, удобно для ребят. Да, спортом любят заниматься. Ну, сейчас вообще спорт. Спорт вообще популярен. Ну, не спорт, а, скажем так, здоровый образ жизни, физкультура, фитнес. И в стране, и в нашем районе, и в нашем городе. Вот мы это все видим прекрасно. И здесь тоже традиционно всегда был. Я говорю, когда маленький сюда приходил, был там в четвертом, в пятом классе учился. Я вот здесь учился играть в теннис с ребятами, которые имели инвалидность. И очень здорово играли. Я учился здесь играть с ними в теннис. Здесь вот сейчас все продолжается. У нас много новых видов спорта. Вот сейчас мы развиваем новый вид спорта. Это стрельба из лука. Мы в прошлом году у нас паралимпийский комитет, федерация стрельбы из лука, наша российская, к нам вышли с предложением. Ну, и вот сейчас мы развиваем этот вид спорта. То есть вечером ребята собираются в спортивном зале. Вот сейчас будем, чуть позже выставим щиты уже и мишени сюда на улицу. И ребята стреляют из лука. Очень интересный такой вид спорта, технический. Такой достаточно затратный. То, что луки, все эти вот оборудование, все очень дорогое. Но у нас все есть необходимое. Вообще, вам самому здесь интересно? Да интересно, конечно. Ну, а как иначе? И, наверное, если неинтересно, если ты не испытываешь какое-то удовлетворение от работы и тебе, как ходить, не знаю, на работу, как на каторгу, ну, зачем тогда работать? Поэтому мне это интересно. Мне хочется что-то делать полезное, что-то искать новое, развивать. Ну, наверное, в этом состоит человеческая жизнь. И вот так и надо, наверное, делать. В 2003 году в Михайлове было создано Михайловское телевидение районное. И вы были его куратором. Это самое такое яркое, запоминающееся время, когда был период становления районной телекомпании. И вы принимали самое непосредственное в этом участие. Вы вспоминаете это время? Конечно. Я его и вспоминаю, так и приятные есть, и так иногда даже с дрожью. Потому что столько пришлось нам пройти все. Вы же помните прекрасно. Даже некоторые товарищи, которые здесь есть, они пытались какие-то палки в колеса ставить, что-то нас, помните, там какие-то фасы проверяли, и там что-то. Но мы не хотели нарушать, мы просто стремились побыстрее сделать. Потому что в то время телевидение, это сейчас уже как-то, ну, молодежь скажет, да что особенно такое телевидение, что-то. А тогда это была революция. И то, что мы сделали, я считаю, что это было для города, для района очень значимо. И много пришлось поработать, очень была такая серьезная подготовка. И много всего, и документации, и там что только не было. Но мы справились, мы его пустили. Помню очень хорошо, 1 июня, когда мы запустили первую программу. Я к вам приехал вечером, как раз мы так символично выпили шампанского. Ну, и пошел этот процесс. Поэтому я очень хорошо это все помню. Вообще у меня память очень хорошая. Я все очень хорошо помню. Радовались мы как дети. Я помню тогда... Да, было радостно очень. Впервые в этом году как раз вы провели праздник, как в Анапе. День выпускников, районный бал выпускников. У нас раньше он не практиковался. А это он был введен в это вот событие, в таком формате. Оно впервые тогда прозвучало, можно сказать. Тогда какая-то вот новая жизнь, что же, началась в районе, может быть. Я не хочу сказать, что с появлением телевидения. Но, может быть, стимулы какие-то появились. Уже захотелось, да, что-то там придумывать, показывать это все людям. И вообще транслировать. Нет, это очень здорово. Здорово. Я помню вот этот бал выпускников. Мы за год до этого события с семьей были в Анапе, в санаторий отдыхали. И вот мы увидели с женой, со Светланой, увидели вот это все. Но так как люди, учителя творческие, вот это всегда домашние посиделки все равно. Но это о чем-то вот, и о школе, и о каких-то событиях. Я о своих там моментах. И вот мы с ней так, мы говорим, хорошо бы вот так сделать. Там еще в Анапе. Ну и потом я пришел к Лаенкарпычу. Я говорю, Лаенкарпыч, давайте мы вот попробуем сделать такое. Шествие по городу, выпускников, родителей. И так мы как-то сомневались, получится, не получится. Погода тогда нам тоже давала. То ли будет дождь, то ли не будет. На стадионе вот этот собрался, полный стадион, людей сидели. Ну, очень вспоминается здорово вот эти моменты. Потом мы еще раз его на следующий год провели на стадионе. Вот это все. Ну, а потом у нас МКЦ появился. Хороший зал большой уже. Как-то здесь проще было уже. Ни от дождя не зависишь. Ни от погоды, ни от чего. Ну, вспоминается очень здорово. Это история. И то, что вот это освещалось уже потом. Кто-то попал на стадион, предположим. А кто-то там люди старшего поколения там не могли. А они могли это увидеть по телевидению. Это же замечательно. Они могли увидеть своих там соседей, близких людей. И, наверное, для этого мы все и делали. Да, Вячеслав Николаевич. А главное, что мы продолжаем жить, работать. Да. Хоть уже в усеченном формате. Я имею в виду, у нас уже меньше осталось. Но все равно все люди говорят, дело продолжается. Это главное. Это очень здорово, да. Что вы могли пожелать нам, Вячеслав Николаевич? Да, телевидению Михайловскому. Не останавливаться никогда. Я же говорю, вот я учусь у своих студентов. Никогда никакие препятствия не должны быть для вас теми, что вы не могли с ними справиться. Не унывать и вперед по жизни. Спасибо, Вячеслав Николаевич. Вячеслав Николаевич, а чего вы жалеете, что, может быть, вы своей жизнью не смогли сделать? Да сложно сказать. Сложно. На каждом этапе все равно же человек никогда не останавливается на достигнутом. Всегда что-то хочется, может быть, больше. Может, что-то исправили бы, нет? Я бы, если только исправил какие-то маленькие нюансы. Потому что у нас каждодневные есть моменты по жизни. И когда ты что-то анализируешь, наверное, ты скажешь, вот, наверное, здесь как-то сделал неправильно, здесь, может быть, как-то вспылил, надо было поспокойнее. Ну, такой я эмоциональный по жизни человек. Поэтому, может быть, вот когда-то и приходится задуматься, а вот, наверное, надо по-другому было. А в целом, я считаю, что правильно все, наверное, как Господь дает нам, как бабушка, бабушки, дедушки учили. Родители учили, товарищи старшие по жизни, ну, то есть, семья. Все это же вот накладывает, как ты живешь и кто ты. Поэтому я стараюсь жить вот по этим законам. Это, в принципе, мой следующий вопрос был. Я хотела вам задать ваши принципы жизни. Вы прям плавно в них перешли. Хорошо. Хорошо. Да. Вячеслав Николаевич, а есть ли у вас увлечение вообще? Вы успеваете, помимо того, что руководите в МЭКе, еще как-то свободное время проводить? Я считаю, что каждый нормальный человек должен иметь свободное время. Я, например, не верю людям, которые говорят, вот я весь так в работе, вот вообще у меня ничего нет. Ну, я считаю, это неправильно тогда. Но мы же не роботы, мы люди. И у каждого у нас есть какие-то слабости. Кто-то хочет отдохнуть, съездить на концерт. Кто-то хочет позаниматься спортом. Кто-то еще что-то. У меня увлечение. Ну, по жизни это спорт. Я и сейчас продолжаю заниматься. Обязательно вот мы с женой практически каждый день плаваем. По выходным тренажерный зал. С ребятами здесь обязательно я выхожу там, когда-то после вечера там побросать в кольцо, там в теннис сыграть. Мы с семьей, вот с сыновьями, с их, в общем-то, с нашей большой семьей сыновья, с Нохи, с женой. Мы любим ездить в спектакли смотреть. Нам очень нравится Малый театр в Москве. Мы вот частенько так вот ездим, смотрим. Особенно классические произведения. То есть, ну, не произведения, а спектакли. Вот. Баню люблю. У нас по субботам это банный день. Или с женой вдвоем. Или приезжают дети, значит, с детьми. Посиделки с семьей. Поужинать, пообщаться. То есть, все, что присуще каждому нормальному человеку. Как живут все основным люди, так и живем я и моя семья. Любите свой город? Михайлов, любите? И чем вот он вам дорог? Ну, если я здесь родился, живу и уже 60 лет никуда не собираюсь уезжать, конечно, я в этом городе. Это город моих предков. Здесь жили по линии моей мамы, мои пра-пра, деды, бабушки и так далее. То есть, конечно, это мой город. Мне, когда я работал мэром, хотелось, чтобы он был уютный, красивый. Мне нравится то, что сейчас делать, что город у нас становится привлекательным. Здесь погулять, где приезжают друзья, сводить куда-то, сфотографироваться. Вот. Поэтому, да, мне нравится. Я хочу, чтобы этот город был еще краше, чище, красивее. Но это зависит от нас. Если каждый из нас будет не говорить, а делать, то, наверное, и город, и мы будем лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова